Долги по платежам Решение найдено. У бейчанки, живущей в развалинах старого общежития, появился шанс получить квартиру. Долги по платежам Мы искренне негодуем, когда в этих самых системах начинаются сбои, виним ответственных и так далее. При этом довольно редко оглядываемся на себя. И сегодня в Бийске, пожалуй, нет ни одного ресурсоснабжающего предприятия, которое бы не сталкивалось с проблемой неплатежей. На каждом предприятии недосборы имеют свои масштабы. В муниципальном предприятии «Водоканал» должников и вовсе разделили на подгруппы потенциальные и задерживающие. Добрый день. МУП города Бийске «Водоканал» приветствует вас. По вашему адресу имеется задолженность в размере 2158 рублей 33 копейки. Вы должны были оплатить до 10 числа. Когда планируете произвести оплату? Хорошо. Мне нужна конкретная дата, чтобы не передавать ваше дело в суд для взыскания. Угу. После 20-го. Хорошо. В случае неоплаты «Водоканал» оставляет за собой право передать документы в суд для взыскания. Всего доброго. До свидания. На 1 января наступившего года дебиторская задолженность потребителей перед предприятием растет. А ведь если хорошо подумать, то от сбора платежей напрямую зависит и качество оказания той самой коммунальной услуги, о которой так часто сами же потребители и говорят. Вот и получается, что неплательщики сами себе подножку подставляют, когда не платят вовремя за водоснабжение и водоотведение. Впрочем, если увещевание не действует, законом предусмотрены более строгие и далеко не популярные среди потребителей меры. Итак, предположим, потребитель задолжал предприятию оплату коммунальной услуги за два месяца. Срок, казалось бы, небольшой. Однако будьте готовы, что к вам в дверь позвонит контролер. Добрый день! Это вас беспокоит МОП города Бийского, Доканал. Добрый день! Здравствуйте! У вас имеется задолженность за коммунальные услуги в размере 2000 рублей? Да, имеется. Просим вас оплатить эту задолженность. Оплачивается каждый месяц до 10 числа за коммунальные услуги. Понятно, оплачу. Распишитесь в уведомление и оплатите в трехдневный срок. Здесь подпись и фамилия инциала. Если после вручения уведомления потребитель продолжает игнорировать долг, предприятие обращается в суд для принудительного его взыскания. В этом случае, кроме пени к уже имеющемуся долгу, дополнительным грузом на плечени плательщика ложатся все судебные издержки. Если и после этого плательщик отмалчивается, исполнение судебного постановления поступает в службу судебных приставов. В этом случае потребитель из категории «недоплачивающие» переходит в категорию «потенциальный». Тут уже и имущество можно лишиться, и со списанием средств с личных карточек столкнуться. Так, например, недавно один из должников водоканала узнал, что такое арест автомобиля. Яркий пример, чтобы задуматься, стоит ли потеря автомобиля или арест личного счета двух-трехмесячного долга за пользование водой и водоотведением. Должника дома не оказалось. Судебные приставы оставляют ему повестку. Далее начинается поиск имущества, которое будет изъято в счет долга. Автомобиль должника обнаружен рядом с домом. Я описываю колеса и все остальное пока. Акт-опись ареста транспортного средства составляется в присутствии двух понятых. Процедура длительная, и потому мы ее сокращаем и сразу переходим к фактам. В настоящее время мы произвели акт-опись ареста автомобиля 2107, принадлежащий должнику. Арест составлен без участия должника. Нам он не открыл, к нам он не вышел. Соответственно, автомобиль был найден по установленной программе ФССП, мобильный розыск. Автомобиль будет арестован и эвакуирован. Соответственно, хочу сказать всем должникам, которые не уплатили за должность, восстановлен законным срок добровольный, что судебным приставом будут произведены меры принудительного исполнения и характера в виде наложения ареста на счета, наложения ареста на имущество должника, по месту проживания должника, а также наложения ареста на автомобиль. За минувший 2021 год «Водоканал» подготовил и направил почти 3000 исковых заявлений из заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании за должности, а также более 2000 заявлений о принятии исполнительских документов. Цифры для Бийска солидные. В МУП города Бийска «Водоканал», как и в любой другой ресурсоснабжающей организации, существует общая проблема по задолженности населения. Одна категория этих потребителей – это те, которые не оплачивают месяцами. Естественно, здесь на помощь нам приходит законодательство. То есть это потенциально не плательщики. Вторая проблема – недоплата незначительной суммы. Многие потребители считают, что если сумма задолженности за потребленный ресурс от 50 рублей выше до 500, грубо говоря, то можно не платить в течение нескольких месяцев. Это совершенно неправильно. Призываем наших потребителей к платежу дисциплине. Оплачивать за потребленный ресурс необходимо ежемесячно до 10 числа. Оплату по услугам муниципального предприятия «Водоканал» можно производить удаленно через интернет-сервисы Сбербанка, через мобильное приложение системы «Город», через личный кабинет в системе «Город», в отделениях почты и банков. Без комиссии платежи принимаются в абонентском отделе «Водоканала» по адресу Волочаевская, 1-1. Часы работы с потребителями – с понедельника по четверг с 8 до 17, в пятницу с 8 до 16, обеденный прерыв с 12 до 12.48. Выходные дни – суббота и воскресенье. Далее в выпуске. Решение найдено. У бейчанки, живущей в развалинах старого общежития, появился шанс получить квартиру. По информации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю, бейчанке Галине Ивановой предложено заключить договор социального найма на квартиру с правом ее дальнейшей приватизации. Напомним, что материал о том, в каких условиях проживает пенсионерка, которая до 2004 года работала вольно-наемным работником в Бийск-воспитательной колонии, вышел в середине декабря. После выхода сюжета в эфир прошел ряд проверок, в том числе Следственного комитета, в Бийск приезжали сотрудники краевого ОФСИН. В итоге выяснились факты о том, что Галине Ивановой неоднократно предлагала жилье на территории Алтайского края, но женщина отказывалась, ссылаясь на то, что жилье ей необходимо только в Бийске. Кроме того, пенсионерка должна проживать в комнате номер 8, но она уступила ее дочери, которая в 2015 году решением Бийского горсуда из бывшего общежития была выселена. После выхода нашего материала в эфир Галине Михайловне предложено заключить договор на соцнайм на квартиру в Красноярске с правом приватизации и возможности ее дальнейшего обмена на Бийск. Накануне Нового года женщина предоставила необходимые документы, которые направлены в Москву на согласование. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийский город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Субтитры создавал DimaTorzok